Итак, начинаем мы с главной новости. В гимназии номер 3 зафиксирована вспышка гепатита А. Как сообщает руководство учебного заведения, уже зарегистрировано два случая заболевания. В настоящее время на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. Они и должны принять решение о том, необходимо ли закрывать школу на карантин. Сейчас на месте также работает наша съемочная группа на прямой связи со студией Иван Занько. Ваня, расскажи, пожалуйста, удалось ли тебе встретиться с родителями и руководством школы? Сильно ли они обеспокоены этой проблемой? Здравствуйте, Галина. Как таковой вспышки болезни гепатита А в гимназии номер 3 нет. Всего двое заболевших. На данный момент известно о двоих инфицированных. Это ученики 8 и 9 класса. Сейчас классы, где они учились, они занимаются в отдельном кабинете и не передвигаются по школе. К ним приходят учителя, а школа продолжает работать в нормальном, в обычном режиме. Всего же в гимназии обучается 1317 человек. Никакой паники нет. Нам удалось поговорить с родителями и заместителем директора. Давайте послушаем, как они прокомментировали эту ситуацию. Я знаю, по крайней мере, что их предупредили о том, что будьте осторожны, не лезьте куда-то, с кем вы детей, которых не знаете, может, где неблагополучные семьи. Вот так их всех предупредили. Они теперь знают, что надо гигиену соблюдать. Все основные противоэпидемиологические мероприятия мы применяем. Проявляется специальная санитарная обработка всех помещений гимназии. Вклеены памятки, дневники учеников. Ознакомлены педагоги, ознакомлены родители о том, что делать в этом случае. Также отмечу, что здесь уже побывали представители Роспотребнадзора. Они провели все необходимые экспертизы, взяли анализы. Но, правда, результаты будут известны не ранее, чем через неделю. Тогда же будут, кроме того, предприняты все необходимые меры, памятки вклеены в дневники школьникам. Об этом знают все родители, что нужно соблюдать гигиену. Ну, то есть, и в школе, как таково, еще раз повторюсь, паники нет. На этом у меня пока вся информация. Галина. Спасибо большое за исчерпывающую информацию. Мы будем следить за этой ситуацией. Я напомню, на прямой связи со студией был Иван Занько. Он сейчас работает в одной из иркутских школ, где зафиксирована вспышка гепатита. Продолжение следует...